Ну что, привет интернет! Сегодня у нас по чесноку очень оно интересно, как-то так все случилось. Как произошло, на универсиаду с Павлодара приехал популярный блогер, Аскар Газизов зовут, и мы бегали, освещали универсиаду, и вот тут он достает из рюкзака книгу и дарит мне, говорит, это книга моего друга, ты Слава обязательно почитай, потому что книга интересная, действительно хорошая. Я беру вот такая книга, в процессе интервью вы поймете, что в принципе бесполезно вам знать, как она выглядит, потому что вы все равно нигде не найдете. Я читаю название, написано Тимур Ермашев, и тут до меня доходит, что этот человек оказывается уже месяц работает на нашем, на проекте Гонзо Ки-Зет в качестве редактора. И, естественно, я встретился специально по этому поводу с Тимуром, и выяснил вот много всего интересного, и сейчас вот мы на интервью вам расскажем вообще, что происходит. Тимур, привет, давай по очереди, с чего вообще началось желание писать, то есть как вообще это было, что с тобой не так, заведи себе девушку, я не знаю, как там правильно. Как сказать желание писать? Вот когда я учился в университете, я как бы слабо... На кого учился журналист? На журналист, да. Слабо отделял, у меня было слабое представление, чем отличается журналистика от той же литературы, и каким-то художественным словом писать хотелось всегда, в принципе. А вот именно большие, ну, это как бы для меня большой объем, да, ну, то есть полноценная книга, это уже, ну, наверное, лет 5 назад, может быть, 6. Вот так вот. Ну, а ты понимаешь же, что практически на сегодняшний день вот писателям в КЗ, ну, в общем-то, это безнадежно быть, то есть ты вот расскажи вот вообще о этих всех перипетиях своих, то есть вот хорошо, сколько ты писал эту книгу? Ну, ну, примерно год. Примерно год, то есть получается, ты работал, ну, на работе основной и по ночам, как и принято писателю, стучал по клавишам. Ну, не совсем по ночам, по ночам я не люблю работать, но после работы, да, когда время есть, то есть это было очень, с большими промежутками писалось все. А почему вот я уже прочитал книгу, кстати, я, товарищи, вот лично свидетельствую, я очень много читаю фантазийных, всевозможных фантастических книг, тему попаданцев, она мне вообще близка, потому что сейчас вот кто интересуется фантастикой, произошел просто вот взрыв исторического моделирования и темы попаданцев. И вот как раз книга Тимура, то есть она мне абсолютно легко зашла, потому что, ну, я очень люблю такой жанр, то есть тебе спасибо, вот от меня лично, как от читателя, потом возьму автограф, вот, но расскажи, вот ты выбрал, на мой взгляд, очень правильную, но с другой стороны непростую, как бы, тему для написания, потому что очень я вот, прочитав твою книгу, я начал немножко вникать, там, спрашивать у своих друзей и кто что говорит вот по поводу сути описанного в книге, то есть почему именно эта тема и вот насколько правдоподобна, ну, твой вот художественный вымысел, вот скажем так. А мы сейчас будем спойлерить, да, я так понимаю? Не, мы, ну, мы, ну, мы, а что такого рассказать, мы, ну, ну, спойлерить, как это, в смысле, нормально вообще узнать, про что книга, ты чё? Что за спойлер? Когда я помню, сдавал экзамены, ну, вот, в университете же всегда сдаются госэкзамены по истории, у нас среди, ну, вот, один из вопросов был Хан Дженгир и Орбулакская битва, и я тогда в первый раз про это узнал, хотя историю я очень давно интересуюсь, ну, то есть как со старших классов, там, никогда не слышал про это, потом что-то начали искать, и нашли там буквально два абзаца о том, что был такой Хан Дженгир, что он победил, ну, вернее остановил в Орбулаксском ущелье 50-ти тысячное войско Джунгар. Ну, как бы, слабо в это верится, конечно, да, вот так, если посмотреть объективно, но, тем не менее, это такой хороший, хорошая почва для разного рода творческих каких-то изысканий, потому что, ну, тоже, как бы, легенда, это казахский аналог битвы при Фермопилах, вот, у них есть свой царь Леонид, у нас есть Хан Дженгир, есть чем ответить. Сполярить так сполярить, как говорится, я, кстати, тоже это, когда читал, я услышал, что Тима написал нашу такую казахстанскую версию битвы 300 спаратанцев, но в качестве, в качестве сейчас, кто это, мужик придет? Ложка. Ложка, да, мы, кстати, в Ангельс кафе находимся, здесь, ну, вот, мне почему здесь нравится писать интервью, тут такое вот, все оно такое стеклянное, стеклянное, в Мегино-Сейфулино, тут такой, ну, вот, легкий, хороший антураж и очень такой френдли персонал, они нам всегда помогают. Спасибо Алишеру Ильикбаеву за наше счастливое детство, о чем мелочиться. Вот. И где ты брал какие-то вот источники, то есть где ты вот копался, потому что, понимаешь, тема такая, как сказать, вот сам же говоришь, в учебнике истории там целый раздел посвящен, ну, в смысле, немного, да? Ну, непосредственно о самой битве информации действительно мало, а вот именно о персоналях, которые там участвовали, то есть Султан Джангир, с той стороны, да, Хунтайджи, Эрдени Батур, про них, в принципе, информация есть, она в открытом доступе, в интернете, все это смотришь, ну, я вот так изучал, то есть, ну, все, что можно было изучить, я изучил, все, что было в открытом доступе, это уже позже, когда я книгу написал, я еще общался с историками, ну, и, как бы, большинство историков мне сказали, не занимайся ерундой, не было такой битвы, в общем, короче, забудь. То есть, вот, у официальных историков, у них такой ответ, что, парень, что ты делаешь, перестань, да, то есть, ты, да, ну, я не знаю, я вот, прочитав эту книгу, я могу свои какие-то, ну, вот, впечатления сказать, мне нравится вот такая подача исторического материала, то есть, она, как бы, в такой хорошей доступной форме, я вижу знакомые имена наших ханов, да, то есть, и, ну, как бы, мне становится, как обычному обывателю более понятно, то есть, ну, ты выписал образы, ну, ну, я считаю, нормально выписал, вот, единственное, там, вот, к этому, который, вот, джунгар самый главный был, к нему приходил какой-то странный, все, ребят, серый человечек, и с ним разговаривал, Ну, мне почему-то, знаешь, сейчас же вот в интернете популярный вот этот мем, сплюн, вот, ждун, ждун, вот, мне почему-то казалось, что к этому главному джунгару приходил такой маленький ждунчик, и, ну, там, вы почитайте, кстати, сейчас мы до этого дойдем, что почитать вам, в принципе, книгу не удастся эту, обычно, когда делают интервью с автором, слушай, а где, хорошо, где сейчас находится тираж всей книги? Ну, он из двух магазинов, в Алматы, он продается в книжном городе. А, то есть, вот, купить где-то можно? Где-то можно, да, в Алматы можно, в книжном городе, и в сети магазинов Алматы Китап, ну, там, по-моему, практически никто ничего не покупает, только учебники. То есть, а сколько, вот, с момента написания, когда, вот, ты закончил книгу, ты ее напечатал, и, то есть, получил, какой тираж у тебя? Три тысячи. Три тысячи экземпляров, и вот, получается, ты поставил, а почему ты в остальные все книжные магазины не поставил там, в чем проблема, что не так? Вообще, суть писательства в Казахстане, да, основная проблема заключается в том, что самое простое, что можно сделать, это написать книгу. Все остальное, это уже из-за грани фантастики, да, то есть, например, издать книгу, если у тебя нет денег, потому что нынешний, в Казахстане же нет такого понятия, как издательство. А ты как издал? В таком, в таком. У тебя же тоже нет денег? У меня тоже нет денег, да, и там в книге, в принципе, написано, это все было сделано за счет моего канала, где я тогда работал, это за счет руководства. Тридцать первый канал, да, Багдад Куджахметов, генеральный директор, он поддержал меня. Ну вот, Багдаду мы передаем привет, я тоже знаю Багдада, спасибо, что, ну, вы хотя бы помогли эту книгу напечатать. Но вот сам это, вот дальше, приключения писателя в Казахстане, дальше получил вот такая книга замечательная, в мягкой обложке, там внутри есть черно-белые иллюстрации, я вот уже как читатель знаю, но вот эти три тысячи экземпляров, они до сих пор у тебя торжественно дома лежат, правильно? Да, да. И лежат уже год. Больше даже, да. То есть, вот смотрите, да, просто, не, я, люди, я почему это, вот я все время тут ржу, да, ну, я с болью, как сказать, над этим веселюсь, ну, что нам плакать, что ли, теперь, да, то есть, я просто сам тоже пробую что-то писать, и я вот тоже примерно изучил вот этот путь, и я понял, что вот примерно так и будет все. То есть, получается, ты год писал, потом ее печатали по времени, сколько, ну, вот, пока редактура, пока там, вот, оформление там. А я, честно говоря, не знаю, мне кажется, сам вот именно творческий процесс, он как-то быстрее происходил в издательстве, все остальное время, ну, оно там где-то, наверное, полгода, 7 месяцев, велись просто переговоры о том, что сколько они напечатают, на каких они условиях напечатают, что 31 канал будет им должен, ну, издать Солматы Китак, что он будет должен в ответ, ну, в общем, все вот эти договоры, переговоры, а потом уже все это, мне кажется, быстро было сделано, ну, то есть, справки. То есть, не, ну, вот, до того, как появился тираж, я так понимаю, прошло тоже месяцев 10. Ну, не 10, ну, полгода как минимум точно. Ну, вот, супер, из типографии, там, подзвуки салюта, выдали тебе очень много этих книг, и что дальше произошло, в смысле, почему у тебя до сих пор на руках 3000 экземпляров книг, что не так вообще? Ну, мне дали 2 дня на то, чтобы я их увез со склада, я нанимал газет, везли мы это все в мою квартиру съемную, там это все расставляли, да, и сейчас это все стоит благополучно, потому что я пытался договориться с меломаном, ну, вот, с хозяином можно рассчитаться, слушай, съемные квартиры экземплярами книги, он пришел за деньгами, ты ему, друг, читай. У него и печки-то нет, зачем они ему, так-то почитал уже. И вот, ну, возвращаясь к тому, да, как вообще распространяется? Слушай, а я прям вижу, извини быстро, объявление о съеме квартиры, сниму, чистый, как это, чистый, воспитанный, аккуратный писатель снимет квартиру в аренду для творчества. Слушай, хорошо звучит, писателю, скорее всего, сдадут. Ну, и про что, про меломан, да, я говорил? А, меломан проблема в том, что они не работают с физическими лицами, а у меня, ну, поскольку ИП как бы нету, я, собственно, и не думал, что с такими проблемами придется. А сколько наши, я вот слышал, что наши книжные сети, они берут там как-то немало денег за то, что вот твоя книга просто, ну, как, стоит на полке, и в том случае, если она продастся, там, в процентном соотношении, сколько они там денег просят? От 40 до 50, иногда 60, ну, 60 нет, ну, 50% точно забирают. То есть, грубо говоря, половина гонорара, ну, как гонорара, стоимости книги у тебя отбирает книжная сеть. Ага, ну, интересно. По-моему, это что-то как-то, не, ну, я понимаю, что им сейчас тоже тяжело, им тоже надо как-то жить, но процент, честно сказать, откровенно грабительский, по-моему, ты вот как считаешь сам? Ну, просто альтернативы нет, а, ну, ты или так, или пусть дальше дома стоит, как бы, в коробочках пылиться. Слушай, ну, ты же вот журналист, Тимур, подожди, ну, ты же журналист, у тебя много журналистов, знакомых. Ты же наверняка их всех попросил, ну, как-то ее промоутировать, да, то есть, сказать, что, ребята, я же вот книгу написал. Причем, знаете, что самое интересное, у меня есть очень много, ну, там, знакомых, которые написали, там, все по несколько книг. Вот эта книга, она, ну, в данном случае, она мне реально, ну, как любителю фантастики, она мне понравилась, то есть, книга неплохая. И я почему вот очень заинтересовался всей этой историей Тимурного писательства, потому что, ну, ну, как так может быть, то есть, неплохая книга, вот уже напечатано, ну, ну, в меломан сказали ИП надо, иначе договор нельзя заключить. Ну, а еще что делали, чтобы вот она как-то дошла до читателя? Не, ну, вот все, что вы сказали, да, это было, то есть, я просил своих друзей, но это, как правило, дальше лайков не проходит там все. О, супер-супер, Тима, молодец, Тима, ну, подожди, нет, вот тут вот единственный тонкий момент, да, вот, хорошо, вот я читаю твоего друга, твой друг написал классную рецензию, я ее хочу купить, мне что делать-то, ее же нигде нету, в смысле, идти к тебе домой, что ли, то есть, понимаешь, ну, тут же вот тоже печалька какая-то получается. Нет, ну, если очень сильно захотеть, можно зайти в книжный город, и я вот так двух своих друзей заставил купить ее, я сказал, ну, закажите ее, и они заказали, и им в Павлодар повезли. По интернету? По интернету, да, это будет стоить в два с половиной, по-моему, раза дороже, но, тем не менее. А вообще, сколько вот в книжном городе цена за экземпляр книги? По-моему, 1200 или 1250, что-то такое. 1200 тенге, да, то есть, а как она, ну, как складывается, то есть... Ну, изначально, когда... Согласно коэффициенту мытарства, да, то есть, цена складывается. Мне как-то один на одном, ну, как это было, собрание, не знаю, литераторов, ну, в общем, там был круглый стол, где обсуждали тоже проблемы литературы, и мне один такой дядечка, я даже не знаю, как его зовут, он мне сказал, слушай, а вот в твоей книге цена ноль вообще, ну, там, чуть ли не, может быть, ты их бесплатно начнешь раздавать. И вот как-то все забывают, да, о том, что, ну, есть писательский труд, там, ну, все должно быть, все должно оплачиваться по-хорошему, конечно, это не самая великая цена. А когда просто выпускалась книга, мне сказали, что ее себестоимость 1700 тенге, я сказал, 1700, ребята, это нереально, потому что, ну, за такие же деньги... Получается в печати. То есть, вот, если бы тебе 31 канал не помог, то цена в типографии бы ее для тебя, вот, как для автора, обошлась 1700 тенге. Да. Правильно получается? То есть, тебе, чтобы что-то сверху, там, условно говоря, заработать с этой книги, тебе получилось бы, пришлось сделать цену еще больше. Правильно? Ну, и половину бы у тебя этих денег все равно бы отобрала книжная сеть. Короче, в общем, это вот... Ну, я, кстати, так и думал, что писательством зарабатывать очень сложно, хотя, ты знаешь, во все времена было, мне кажется, очень сложно. Например, вот Куприн Великий, да, там, писатель, который писал, там, ну, блестящие, там, рассказы, я не знаю, он тоже бегал, работал репортером, там, во всевозможных, там, газетах. И, грубо говоря, он деньги зарабатывал, вот, как-то там, прессой, а потом писал, да, то есть, там, Достоевский проедал книгу всегда еще, которая была даже не закончена, или которая вообще там еще и только была в планах, да, то есть, ну, мы знаем эти все истории писателей. И что тебе делать? Хороший вопрос. Если бы я знал, что делать, я бы, наверное, не сидел бы здесь. Я бы вообще отказался от этого интервью, сказал бы, Слава, ну, не нормально. До свидания, да, уйди. Созвонитесь с моим ассистентом. Это, пресс-секретарем. Запишитесь ко мне на встречу. И вышлите вопросы. Да, да. И вышлите вопросы. Официальный запрос пришлите. Ну, знаете, я могу что сказать, что, мне знаешь, вот, что интересно, вот, справедливости ради, вот, как говорится, по чесноку, есть две вещи, вот, которые я лично хотел бы озвучить. Вещь номер один. Я вот уже, ты знаешь, сейчас там работаешь, не первый год делаю сайт, да, на котором, там, 50% публикации идет на государственном языке. И вообще, на нем переписало, там, очень много, мы сейчас о Гонзе говорим, интернет-журнал, очень много пишущего народа. И есть посты, прям, ну, прям, очень интересные, да. Поддержки только ту, которую, вот, мы тоже где-то что-то находим, да, то есть поддержки, там, какой-то ноль. Знаю отлично Бакджана Бухарбаева. Человек делает уже несколько лет клуб по изучению государственного языка Баско-Су. Поддержки, ну, вот, насколько, по крайней мере, пока я знал, ноль. Знаю Каната Тасибекова. Он написал вообще уникальный, уже вот третий том вышел, учебник разговорного казахского языка. Ситуативного. Да, ситуативного казахского каникем. Салам алейкум. Вот, поддержки, то есть на государственном уровне ноль. То есть, мне было бы удивительно, если бы ты написал, допустим, в Казахстане книгу, там, ну, я не знаю, там, ну, это же про нашу историю написано. Это же наши герои. Это же о них мы вспоминаем с гордостью. Но вот тут, понимаешь, есть один нюанс, что, ну, вот сейчас из интервью я понимаю, что, помимо того, что ты попросил друзей журналистов, там, что-то там, пописать, такой большой, большой какой-то борьбы, какой-то там, я не знаю, войны, как бы не было. Так получается? Да. Хочешь повоевать за книгу, за творчество? Наверное, да, конечно, хочу. Ну, вот, я не знаю, как, вы знаете, вот я сейчас на камеру скажу, я, прочитав книгу, познакомившись вот с Тимуром, я решил поддержать. Кстати, вот я вчера обедал с одним своим другом, и я рассказал ему про твою книгу, вот, ну, тоже сполернул, ну, такое краткое содержание. Он такой маленький, он говорит, вези книгу. То есть, он детям хочет своим дать почитать, то есть, у меня, вот, в смысле, я уже один экземпляр вчера продал. Один клиент есть. Нет, он. Знаете, я хочу попробовать помочь Тимуру, это, вот, знаете, будет такое приключение продвигателей книги в Казахстане, скажем так, такая история. То есть, ну, у меня очень много возможностей для того, чтобы, как сказать, ну, сделать что-то там узнаваемым и популярным. То есть, у нас также много наших коллег-журналистов и прочее. Единственное, ну, мы вот сейчас будем думать, как это все правильно дальше делать, потому что не хотелось бы, вот, Тимур сегодня классную вещь сказал, а кроме лайков, помощи, как бы, ноль. И, ну, это, знаешь, это, вот, тенденция сегодняшних социальных сетей, что, вот, идти, что-то делать. Вот, представь, нам надо продать с тобой 3000 экземпляров. Ну, это, ну, не знаю, это непросто. Я думаю, мы недели две будем, вот, ну, грузиться вот в этой ситуации, да, то есть, как не больше. А может, вообще еще не получится, я сейчас не знаю, да, но повоевать, как бы, попытаться ее попродавать, ну, почему, собственно, нет. Другой вопрос, что сейчас вот расплодилось очень много в Фейсбуке таких вот, как это, доброходов, да, то есть, они вот, они все за, но помочь никто не хочет. То есть, вот, реально, вот, сейчас вот мы сняли программу. Вот сколько после этой программы, причем, вот, мы говорим, что книга, я не скажу, что это, там, Акунин, да, я не скажу, что это, там, я не знаю, там, Чехов и Достоевский. Ну, хорошо написанная книга о интересных наших, вот, нашей страны исторических событиях. То есть, ну, легко, нормально написано. Вот сколько книг купят после этого интервью? Ну, тоже вот на лайк. Вот, я могу одно сказать, что я опубликую ссылку, интервью будет вот это опубликовано на Гонзо, и я, естественно, опубликую себя в Фейсбуке. Вот мне пишите в комментариях, в личку, я что сделаю, я загружу вот на этой неделе полный багажник этих книжек. Не, я серьезно говорю, я вот устрою флешмоб, блин, в нашем Фейсбуке, я буду развозить книги нашего казахстанского писателя. И буду торговать книги, деньги буду честно сдавать, не переживай. Геруш будет курьером. Да, да, я буду такой, ди-челом. Ну, я не знаю, что делать, понимаете? То есть, единственное, конечно, их надо как-то поставить на полку, да, то есть, давай мы поможем тебе, заключим там договор, ну, надо меломану, ну, найдем в смысле ИП, с которым она договор заключит, что там уж ты тоже знаешь, что это целое ИП создать, это вот тот еще. Ну, с другой стороны, я Тимура понимаю, что, ну, это обидно как-то, что ты вот сидел, писал, написал неплохую книгу, а потом еще должен, вот как этот, в мультфильме вот этот, ты вот сначала сфотографируй, потом целый день бегай. Тебе как автору неудобно, я вот возьму эту неприятную функцию, то есть, сейчас, короче, мы будем всем продавать твою книгу. Будем терроризировать всех этой книгой, да? Ну, как терроризировать, то есть, на самом деле, сейчас во всем мире сложная ситуация с писателями, мне так кажется, потому что, вот интернет, он похоронил вообще бумажные книги. Мы можем ее, допустим, шандарахнуть завтра в открытый доступ, и пускай люди, многие сейчас вот в комментариях напишут, ну, а что он взял бы, публикнул ее, и пускай бы люди читали. Чего ты его так не сделал? Так, я так сделал. А где можно? Так, подожди, сейчас скажешь место, где можно прочитать, как мы ее потом продавать будем. Ну, тогда я не буду говорить, где ее можно прочитать. Нет, по-моему, это вот эта контора, которая делала, ну, есть такие хорошие ребята, они создали проект Айк Таб Дюкене. Они туда загружают, в том числе, и казахстанские, ну, да, в основном, там казахстанские авторы, и, по-моему, их проект сейчас не очень хорошо себя чувствует, вот там она есть. Ну, в смысле, а там фри она, то есть, ее можно скачать бесплатно, или тоже что-то надо заплатить? Ну, как мы пытались, но... Ну, Дукины, если я правильно перевел это слово, все-таки магазин. Магазин, да. Ну, ну, изначально она была платная, но там тоже, как бы, люди не только ленивые, они еще и... Ну, мало кто захочет вот так вот взять, там, отдать свои 99 центов, купить себе книгу, там... Там она 99 центов стоила, а сейчас фри, да. Ага. Ну, то есть, там никто не покупает. Нигде никто не покупает. Люди не хотят тратить деньги на книгу. Позволяйте, Типу. Не, ну, я... Классно... Не, ну, метод дурном. Слушай, ну, вот мы видим, допустим, вот я разговаривал с Вадимом Николаевичем Борисовым, да, то есть, у него этот первый котелок разлетелся, но, справедливости ради, у Вадима Николаевича была чуть-чуть другая рекламная кампания, то есть, у него было так, все по-взрослому, ну, у Вадима Николаевича, он, у него, наверное, все-таки авторитетом побольше, чем у тебя. Да, ты еще писатель, что греха таить молодой, да, ну, вот я разговаривал, первый котелок продался, вот сейчас вышел второй... Високосный... Да, да, высокосный год или... Високосный КИЗ, по-моему, да? Вот. Работать надо над собой. Хорошо. Тимур, тебе спасибо за то, что ты вот все-таки пришел на это интервью и рассказал, потому что получается, ну, вот, не знаешь, блин, смех и грех это натурально, да? То есть, ну, я могу одно сказать, что давай попробуем, чуть поделаем на тему того, что, ну, как-то изменить эту ситуацию. То есть, для начала ее... А вот как по стране на полке ставить книгу? То есть, вот у нас, если я не ошибаюсь, порядка 400 магазинов, ну, вот, по стране. Ты пробовал как-то вот изучать этот вопрос, вот, ну, например, как это сделать, чтобы эта книга появилась, как шатал в книжных магазинах? То есть, что для этого надо делать? Слав, да, я, честно говоря, не знаю, у тебя, как бы, и время, и я был этим заниматься. То есть, я только совсем недавно ушел с 31 канала, но работа на телевидении, она, ну, до 90% твоего времени. Вообще, это твои жизни. Не, я понимаю. Не, ну, это парадокс, то есть, получается, написана неплохая книга, интересная, да, то есть, на важную тему, написана, ну, нормальным, легким языком. То есть, я вот книги беру, начинаю читать. Если она меня сразу, вот, как, бывает, что вот сразу, она мне говорит, нет, ну, по. Говорят, из правила 50 страниц, если, или 30 страниц, то есть, если за 30... Да нет, 50 это даже много, то есть, я вот, автора руку сразу начинается видно, да. Я там, допустим, не совсем, там, согласен, там, в каких-то местах, там, с твоей подачей, да, то есть, ну, иногда, вот, допустим, диалоги героев, вот, когда вот эти два парня, между собой два друга начинают разговаривать, Максат и Жека, да, вот. Ну, может быть, их там, можно как-то там более... Ну, они, как ты правильно их показал, обычные пацаны. То есть, ну, как они еще должны по большому счету разговаривать, они институт культуры там точно не заканчивали, да. Не знаю, много вопросов, но, вот, еще раз говорю, мне книга понравилась, поэтому мы попробуем сейчас, вот, автор, отец-основатель, тоже согласен, попробуем вот сейчас посредством интернета, посредством... Слушай, ну, зачем, действительно, столько, там, друзей в Фейсбуке, да, то есть, вот, у каждого пятитысячника, вот, кто, ну, нормально пишет, у него, по идее, да, там, ну, пять тысяч точно постоянных, там, уже уверенных есть друзей в Фейсбуке. Все, что нужно, по идее-то, это... У тебя сколько друзей в Фейсбуке? Там что-то около 1700. Ну, вот, половина тиража по уму взяли бы да продали. А ты писал у себя на Фейсбуке, что ты писатель, что ты написал книгу, или тебе неудобно? Нет, я всех задолбал с этой книгой. Ну, с всех, кого можно было, я уже задолбался этой книгой. Не-не, я не согласен. Что-то мне подсказывает, что ты долбал, во-первых, точно не всех, вот, и точно как-то слабенько долбал, потому что я... Ну, ты представь вот эту вот, как-то, коллизию, что мне о твоей книге, чтобы мне узнать о твоей книге, мне потребовалось, чтобы случилась универсиада у нас в стране, чтобы приехал на пресс-тур парень из Актобе, твой друг. Павлодар. Ой, я извиняюсь. Парень из Павлодара, и чтобы он мне подарил эту книгу. Ты понимаешь, ну, что вообще происходит? То есть, как ты там долбал, я постоянно в медийном пространстве, я отслеживаю. Ну, все же слышали о презентации книги Вадима Николаевича Борейка. Что первый, что второй. Там сидит, понимаешь, в президиуме Турсунов Ермек. Сидит Досом Садпаев. Ну, я понимаю, что, может быть, как это друзья, они хотят поддержать Вадима Николаевича, но тебе, значит, надо тоже в президиум садить каких-то там... Ты, кстати, я слышал, ведешь переговоры сейчас с Досом Садпаевым по поводу... Ты вообще сколько книг написал на сегодняшний день уже? Написал четыре, сейчас пятая. На подходе. Давай, Тим, через лет десять встречаемся. Три комнаты, твои квартиры будут забиты книгами. Не дай бог. Не, не, не дай бог. Я тоже согласен, что надо что-то с этим делать. Художника обидеть может каждый, и писателю реально... Там, понимаешь, парадоксальная ситуация, что самому автору действительно вроде как-то не камильфо всем бегать и говорить, вот ты, говоришь, что ты там задолбал всех твоих друзей, ну, ты вот молодец, тебе не страшно, да, то есть реально, да, как-то, ну, неудобно, да, сказать, люди, я вот тут старался, там, год не спал, вот возьмите, типа, купите, купите, то есть почитайте, это как бы одно, а вот купите, это как-то вот, ну, уже, по идее... Кота в мешке покупать. Ну, с другой стороны, слушай, там цена вопроса целых тысяча тенге, да, то же, что, господи, прости, какие риски, да, то есть вот мы, ну, вообще попали все. Что такое на сегодняшний день три тысячи тенге? Три доллара, слушай, три доллара потратить, чтобы, ну, узнать, как сказать, что у нас вообще люди пишут. Ну, и сама, мне понравилось, вот, если бы таких книг было больше, я считаю, что, ну, ну, вот, не знаю, вот вклад Акунина, к примеру, да, в изучение, вот, там, допустим, той же российской истории, вот, девятнадцатого века, я считаю, он огромный. Вклад Пикуля в изучение истории, там, российского государства, он огромный, потому что все читали, там, книгу «Фаворит». И, кстати, по поводу Пикуля тоже же там идет, так же, как и Акунина, там не все факты, вот, они прямо вот такие исторические. Они не должны быть, это художественное произведение, это надо сразу, с самого начала понять. Вот, кстати, по поводу этой книги, я бы не хотел, чтобы все его вот так рассматривали, как историческое произведение, потому что это совсем не так, это фантастика, и когда люди начнут читать, они поймут, и не надо сейчас говорить, а, ты там, Ермашев наврал, такого не было. Ну, возможно, не было, а может, и было. Если люди внимательно слушали наше интервью, мы сразу сказали, что это фантастика и что это исторический жанр моделирования, да, а также жанр попаданцы. Попаданцы, если вдруг кто не знает, это когда люди из нашего времени попадают в какой-то вот исторический кусок события. Те, кстати, комплимент, я читаю очень много вот книг про попаданцев, и самое там интересное, ну, один из интересных моментов, как он вырулит сам вот этот перенос, то есть попадание из нашего времени, вот в то время, и у тебя это сделано оригинально, то есть я такого еще не встречал, то есть ты вот, видно, что ты навернулся с этим, ну, обычно это происходит так, ударила молния, он очнулся, и такой вокруг, понимаешь, эти, как их джунгары, да, то есть, ну, у тебя это сделано, ну, вот видно, что ты прям вот думал об этом, как это сделать правильно, вот. Окей, не буду больше тебя мучить, друзья, вот понимаете, понимаете, в чем парадокс, я не могу сейчас сказать, читайте книгу Тимура Ермахова, потому что они ее не найдут, то есть, алматы, алматинцы могут ее найти в книжном городе и Алматы Кэтап, да, фирменных магазинах, и у меня спрашиваете, пишите мне в личку, пишите в комментариях, я не шучу, я буду эти книги развозить, а может быть, я таким вот буду, ну, недельку поразвожу, вот я посмотрю, что получится, в смысле, ну, бензина потрачу там, это не страшно, буду селфиться, вот, допустим, купил у меня Алишер Елигбаев эту книгу, кстати, Елигбаеву обязательно продадим, я тебе серьезно говорю, потому что, я слышал, недавно купили для Ангелс Кафе книг для, ну, чтобы люди читали, то есть, Елигбаеву точно продадим, Елигбаеву респект, ну, подожди, еще не купил, вот, ну, вообще в целом, да, что-то мне подсказывает, окей, все, спасибо, Тим, давай, повоюем, что-нибудь попробуем, повоюем, повоюем, we him, we'll see you next time. Okay, и- we'll see you next time. all right, Продолжение следует...